Дорогие друзья, всем привет! Это Зомби Вегас. Сегодня у нас игра Operancy Stone Sun. Финальный выпуск, финальный босс. Должно быть очень интересно. В прошлом выпуске мы закончили вот здесь. Для того, чтобы сверху заработал механизм, необходимо было запитать вот этот вот луч. Как это делается, я показываю на видео. То есть нужно было сначала отключить наш кристалл, который находится снизу с помощью петуха нашего магического. И после этого перенастроить лучи так, чтобы они запитали как раз верхнюю часть дворца. И после этого всего, все что нам остается, это опустить камень. И мы видим, что открывается два прохода. Давайте пробовать, что за проходы, потому что я еще сюда не ходил. Поглядим, вот у нас какой-то спуск, интересно, куда мы попадаем таким образом. Ага, то есть у нас поднимается наверх. А что мы получили таким образом? То есть, видимо, пока я вот сюда спустился, мы получаем какой-то эффект сверху. Потому что я не вижу смысла больше спускаться вниз. То есть, грубо говоря, нужно, наверное, на скорости сейчас пытаться подняться наверх. Я немножко пробовал. Получается, как этот лифт опускается, этот лифт поднимается. После этого они начинают двигаться обратно на руль линии. Эта кнопка отвечает за движение лифтов. То есть, судя по всему, наша цель добежать сюда на сапогах вот этих вот быстрых. И потом использовать вот эту палочку для того, чтобы отключить механизм. Таким образом, чего мы добиваемся? Мы добиваемся, что у нас вот здесь вот лифт остается, и мы сможем брать их дальше. Останется только убрать эти решетки каким-то образом. Но это уже потом. Давайте пробуем сейчас это все реализовать по красоте. То есть, здесь мы, в принципе, можем пока что включить механизм. Включаем сапоги. Становимся вот сюда. И самое главное, сразу же активировать их вот просто моментально. Вот сейчас вот, да. То есть, я вот активировал. Можно сразу же, в принципе... Ой, не то я. Выбрал палочку, надо выбирать. И мы спокойненько вот так вот добегаем наверх. Ну, в принципе, мне кажется, по времени запасы у нас есть, потому что... Потому что на сапогах скорость хорошая. То есть, вот мы отключаем. Ага. Да, вот заработало. Отлично. То есть, это все, что нужно было сделать. Все, сапоги можно уже, в принципе, отключить. И теперь можем проходить дальше. Нистан, давайте засейвимся. Ну что ж, ребята, отправляемся навстречу судьбе. Найдите путь в тронный зал. Ну, путь мы нашли. Уже явно остается только одно место. И после этого момента не будет вагирей. Быстрое путешествие, улучшение игроков, посещение магазина не будет доступно после этого места до завершения сюжетной кампании. Начать последнюю битву. Вон там. Видите его? Сложно не заметить человека, светящегося, как солнце. Кэмпо. Кроль солнца. Мы нашли его. Пришло время вернуть свет всем нам. Мы поможем. Ну, здравствуй. Поздравляю. Знакомое лицо поприветствовало моих товарищей. Лицо, которое мне еще предстояло увидеть в нашем великом странстве. Он не заметил меня. Я хотела, чтобы так было. Поэтому я спряталась. Я вижу, что вы зашли так далеко. Я впечатлен. Все так говорят. А они больше не впечатлены, потому что мы их убили. Молодец, старик. Спасибо. Вы мне никогда не доверяли, не так ли? Должен признать, что моя честная натура делает меня ужасным лжецом. Даже не изменял имя. Теперь я могу предложить вам только правду. Полагаю, ты служишь дракону, с которым мы сражались на древе мира, и он заключил с тобой сделку, чтобы ты мог жить здесь. Я служу сам себе, и это мой дом, мой мир, с тех пор, как мой брат умер 50 лет назад. Приклоните колено, и вы все сможете стать моими элитными стражами. Элитой. Вы доказали свою ценность. Ты можешь видеть, как быстро мы все беремся за эту возможность. Я требую лишь послушания. Все человечество может прийти в этот мир. Просветать под моим правлением. Или будут последствия. Освободи корреля Солнца, Саркас. Это единственный способ для того, чтобы человечество просветало. Я вижу. Значит, последствия. Итак, ребята, сражение начинается. У меня сразу же у трех героев сон, который не позволяет им действовать. Но туда ранее будут просыпаться. Так что, пользуясь случаем, нужно использовать спальчик, который нам пригодится в любом случае. Совершенно в любом. Снова уходит маг. И давайте, наверное, используем как раз-таки этот спальчик еще. Хороший. По урону. Саркас. Бьет больно. В целом, пока все остальные спят, можно использовать еще один спальчик. Даже убивает. Ой, неприятно. Очень неприятный парень. Что ж, здесь, в принципе, можно еще захерять нашего героя. Что у нас тут? Удар. Маг дальше ходит. Алагор, наверное, не сработает. У него же магия ОЕшная, в конечном счете. Раз магия ОЕшная, тогда мы просто балкнем себе защитку вот так. А здесь используем как раз-таки хильчик, чтобы пережить. И в целом можно накинуть Сайленс. Снимаем мастер руну. Давайте пробуем огнем еще. И, говоря, огонь тоже заходит неплохо. Так, песнь героя. Снять какие-то бафчики, дебафчики. У нас, в принципе, только позитивные бафчики. Так что, нам нет смысла что-либо такое накидывать. Так что, в целом, можно кинуть какой-то вот такой вот хильчик. Продолжительный. И здесь накинуть еще защиту. Под бафами будет вообще супер. Так, он заблочил мою атаку. Но пока сражение максимально такое простое. В плане того, что он делает... Делает максимально предсказуемые вещи по одному врагу. То есть, я могу... По одному юнипту, точнее, я могу все это как бы комментировать своим восстановлением. Так что, все отлично. Давайте восстановим немножко энергии пока. Здесь у меня, конечно, билд не самый лучший для такого сражения. С другой стороны, не критично. Можно накинуть на него станчик. Возможно. Хотя у него же мун явно. Не будем, лучше будем бить тогда. Так, что тут можно кинуть на него? Огонь еще добавить. Давайте пробуем. Он продолжает отражать наши атаки. Это за гранью магии. Будто он не человек. Моя мать была человеком. Мой отец был человеком. А я нет. Не может быть. Только если твоя мать одевает его в подземном мире. Но тогда ты... Скажи это. Давай же. Я хочу, чтобы ты это сказал. Дракон? Может, все-таки люди не так глупые. У драконов есть чешуя и несколько голов. Ты слишком уродлив, чтобы быть одним из них. Вот такой панч жесткий. Возвращаю любезность. Но если вы предпочитаете такую форму. Давайте. Вот он. Тот самый дракон. Тогда и на такую форму и вы получите. Так, ну по жизни у него, конечно, все гораздо. Видите, я не был нечестен с вами ранее. Даже не пытаясь Аксила. Взрыв света не ослепит меня здесь. Его новая форма совмещает броню и магическую иллюзию. Невероятно. Давайте надеяться, что магия меча Атилы все-таки сработает. Я прятал в стене слишком долго. Не сработает. Во всяком случае, пока мои силы под землами мира его не ослабят. Сейчас. Идите, друзья мои. Освободите короля солнца, пока я его сдерживаю. Элли, не может быть. Может. Я думал, ты умерла. Она сказала мне, что ты умерла. Яга говорит много вещей. Ты должен лучше знать. Король солнца заключен в кандавы. Ненадолго. Атакуйте кандавы, когда сможете. Так, хорошо. Тут у нас. Три врага. И все ведь правильно. Мы ничего не можем больше торгить. Ладно, можно восстановить на самом деле. Но, пожалуй, мы пока начнем с этих драгонов. Лисцу кубы. Кого лучше убить для начала. До воина они будут агры накидывать. Если агры накидывать, то лучше сразу же их пытаться пробить. Чтобы они не затянули биту сильно. Так, тут самое важное, чтобы сейчас получилось. То есть, продержаться, чтобы эта героиня захиляла. Что у нас тут? Дебафы на атаку физическую. Но это не страшно. Кидаем льда. Кидаем массовый хил. И на самом деле можно давать агр. Под агром должно хорошо пойти. Тут у меня, к сожалению, сейчас у этого героя нету сбивания. Взбивания нету. Ну ладно, да. Будем просто вот так вот пробивать. Обычно так и бить. Переднему юниту. И просто вот разбиваю. Пить сердце Элия. Может мы что-нибудь можем обсудить? Легко. Просто отпусти всех и никогда не появляйся в среднем мире. Нормальные условия. Конечно же, он согласится сразу же. Так, давайте вот так зайдем. Попробуем. Так, по хильчику что у нас? Тут, кстати говоря, стан пошел. Это отлично. На самом деле. Можно добавить еще молнию. В принципе, там еще станчик будет шанс. Давайте пробуем. Правда, это же по таргету только шанс, что прикинье нет. Давайте пробуем. Ладно, умер. Уже неплохо. Можно сбить на спешку. Сколько она стоит? Стоимость 60. Многовато, конечно, если честно. Ну ладно. Забросим все равно. А, и промах. Да ладно. Я не знал, что там вообще промах может быть. Но тогда уже остается только бить. Можно, кстати говоря, суккубуса застанить. А у нее резист. Жалко. Жалко-жалко. Я надеялся избежать лишнего урона. Таким образом. Тут у нас молчание на врагов накинуть. В принципе, вещь неплохая. Но они уже, в принципе, сделали все самое неприятное. Так что можно начать свою вещь накинуть. Туда спальчик. И это была плохая идея, в конечном счете. По хилу. Что у нас тут? По хилу все не очень радужно. Можно разнуть мага. В принципе, сейчас у них не будет сил, чтобы это все реализовать с той же силой. Тогда даем такую штуку. И здесь можно пробовать суккубу убить. Может, мы еще, походу, можем... Где кова находится? Вот это же кова. Может, не можем убить, правильно? А, можем. Стоп. Серьезно? Они пока-то их выделили хотя бы. Ладно. А, по хилу я думаю, что хиляем этого парня. Бага слишком важная роль. То есть я так понял, что мы можем чистой совестью туда вот куда-то использовать. Или я по ней такие ударил, а я, честно говоря, вот не понял этого момента. Нет, слушайте, раз они не ходят, то это явно. Атака врага отменяет действие. Убиваем этого. Добавляем его Ешки. А, это же огненные. Да, это я... Это я расслабился. По хильчику можно накидывать, что он, собственно, удастся статусы. Давайте хил на него в статусы кинем. Так, Сакуба вытащила мана немножко. Ну, можем мы убить яковы. Ой, призрака призвали. Неприятная же ситуация. С призраком будет быть жалей немножко. Ну, давайте пойдем через лед. Бавчик и агр. Если говоря, я рез-зарядился. Рез-то очень хорошо. Можно дать вот так вот? Можем. Значит, и вот так можем. Оба. Получилось. Так, а теперь вся эта армия будет стоять самой? Ха, жесть. Жестяк просто. Так, самое время АОЕшки. Нам нужен энергии, мало-мало энергии. То есть, надо давать энергию на всех. Там еще и атака проходит. Как раз атака прошла. Так, атак, смотрим. Ну, неприятно, но терпим. А главное, что до хила дожили. Так, ну здесь что? Что нужно на агр? В любом случае. Обновить, чтобы он еще долго длился. Дракон снова убежал. Что дальше? Или моя цель вот так вот драконом убить? Каким-то чудом. Если так, то я даже не представляю. Это нужно очень прям, чтобы сложилось все хорошо. Так, снова дракон. Ха. Все, я доигрался? Не, нормально, я еще живу. Жить можно. К сожалению, по инициативе все не очень радужно. Ай-яй-яй. И с учетом фокуса этой битвы на ледяном уроне и на том, чтобы герои долго жили, я решил перекачаться. Я не всех героев перекачал. У этого мага я просто вышел так, чтобы был еще ледяной спельчик и побольше бафчиков на урон. В принципе, там было так же, но я, скажем, убрал немножко огненных заклинаний и немножко перекачался в этом пролене. У ежки я вообще ушел в эти ветки. То есть на стоимость заклинания я уменьшу сильно. И учитывая, что яд нам, по сути, не нужен вообще, а по-моему, всех иммун, если не ошибаюсь, то мы просто заиграем все результаты в ответку. Ну и здесь хильчик будет просто чисто так для формальности. У этих героев, мне кажется, все нормально выкачано, достаточно неплохо. Несно, что можно, конечно, хапашку поднять было бы. Но, я не знаю, мне кажется, все столь полезно, важно, поэтому не будем. Я подумал, что, в принципе, нужно комбинировать удары вот сюда и убийство самых сильных противников, потому что получается, что они все равно спаунятся. Если там, например, две сукубы или два призрака, то выходит очень неприятная ситуация. Поэтому, желательно постараться, чтобы такого не было. В данной ситуации пока один сукуб, то, в принципе, не критично. Можно пока ее не трогать. Я думаю, можно пока пойти вот так вот. Так, что у нас тут, у нас, в принципе, у нас есть ООЕ-шное молчание. ООЕ-шное молчание, дело хорошее. Давайте накинем. Так, хорошо, дракон появился. Я так понял, дракон уходит по какому-то таймингу, то есть, грубо говоря, нажибить его нет смысла. Можно, когда дракон появляется, просто убивать саммонов, который наиболее неприятный. В данном случае, надо дать ему вот так. Правда, почти всех поубиваем таким образом. Но, с другой стороны, не так уж страшно это. Давай, дадим, наверное, хильчика вот сюда. Конечно, если ее убьют, мы понимаем, что будет все очень плохо. Поэтому, наверное, нужно вот так делать. Так, дракониды пошли. Берсект драконид. Ну, кстати говоря, не так страшно, если честно. О, и похуже. Вот Берсерк, конечно, наваливает неплохо. Китика и своей. Зарядим молнию. Там поэтому дело все не очень хорошо. Можно усилить крит и так далее. Но я думаю, что, наверное, наиболее выгодно будет сейчас с этого парня пытаться запидать магии. И здесь накинем, наверное, агр. Потому что все-таки он делал свою грязную работу. Так, тут снова откинул молчание. То есть можно, на самом деле, просто бить в таком случае. Дракон исчез. Вот наш, наш выход. На самом деле, как раз сейчас хороший момент. Сейчас очень мало врагов, то есть, соответственно, мы можем с чистой совестью, как я понимаю, накидывать врагов уроном. В общем, ну, кристалл. Тут есть сильный хильчик, но сильный хильчик пока не нужно давать, надо просто бить. Драконидов, драконидов, имеется в виду, только могу вот этим бить, по сути. Так, ну хорошо, это же у нас получается уже вторая фаза, и все отлично. То есть у нас здесь еще достаточно долго не будет никого. Пока что можно даже восстановить, наверное, себе энергии, пользуясь случаем. Сейчас просто хороший момент очень. У нас сразу очень много времени, чтобы реализовать эту фазу. Появляется дракон. Сейчас будет больно. Но мы выходим в третью фазу, и с достаточно неплохими результатами. Особенно, если сейчас все переживут. Они вроде переживают, то вообще хорошо получается. То есть теперь можем чистой совестью давать вот так. И пытаться захиливать кого-кого захиливать. Наверное, танка. Танк-то у нас под агром. Думаю, нужнее всех. И обновлять все это дело. С драконом же там, по-моему, повторно не будет эту штуку делать. То есть мы можем пока щит со совестью. Пытаться убить призрака. Мы его убьем. Там дракон какую-то грязь наводит, конечно. Но отлично, он бился. Убился от танка. Лед пока, я думаю, спешить не имеет смысла. Лучше давайте накинем вот так. Здесь, я думаю, молчание нужно накидывать. А здесь банально хил на вот этого парня. Так, хорошо. И здесь... Давайте берсерка убивать, что ли? Глобочим к тему. И вот, хорошо, третья фаза. Третья фаза. Отличная ситуация пока что идет. Нету, конечно, рэса этого, но в остальном вообще это хорошо. В целом, не нужно к оцену. То есть на самом деле сейчас самый главный блокер, который не мешает мне их убить, это... Наличие ману этого героя. Он, правда, мы особо не восстановим никак. Сейчас. А нет, подождите, у меня вот есть спельчик. Но он опять же, видите, не потянем мы. Тут еще агр остается, так что можно пока бить. Так, хорошо. И добиваем. Какая-то вот с этим кончили. Тут у нас, в принципе, все нормально. Единственное, что можно вот захерять танка. Момент хороший для этого. Так, у меня как раз ход получается хороший, чтобы побить. Побить, восстановить. То есть все такое вот. Всю важную работу сделать. Здесь можно дать агр пока. Рановато можно было пока не давать, если честно. Тут молчание имеет смысл накидывать. Да, походу, имеет. Нужен. Нужно очень. То есть мы даем вот так. Здесь можно разик плиснуть. ОЗ, 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 ОЗ. Нет. Здесь, наверное, даем. Кто у нас там сейчас будет ходить. Сейчас будет само найти. Это героиня под угрозой, потому что у нас там нету этого дела. С другой стороны, мы можем дать просто-напросто спел, который впоследствии впоследствии нам даст ресс. Но на ресс лучше не идти, я думаю. Лучше тогда, пока и без этого обходится. Сложно, сложно. Сложно, ладно. Дам защиту. Просто хил, мне кажется, еще может пригодиться позже. Пискну. Вот я думаю, надо херять в любом случае, потому что сейчас по ней придет урон. Большой, небольшой, уже не важно. Так, это еще под сайлоном, если не ошибаюсь. Там три хода, так что вообще отлично. То есть, на самом деле. Здесь можно дать вот эту штуку. Бавчик. Все, маг убивает этих. А физики начинают бить. Начинают делать грязь. Какое-то очарование, но это все не столь важно. Самое важное продвигаться. Капец, пробивает хорошо. Неприятный урон. Благо, у меня уже появились расы. В любом случае. Блин, не дают ему походить. Ай-яй-яй, больно как. Тут надо по-хорошему херять, мага. Я думаю, мы его ставим, потому что что мага очень важная функция сейчас немножко эти все ряды врагов порединить, так сказать. А, в том лед сейчас. Если мне дадут походить, конечно, за этого героя, наконец-то. Не дадут. К сожалению, не дадут. Тогда, наверное, заигрываем сейчас Сайленс. Хороший момент, чтобы обойтись без лишних сюрпризов. Здесь заигрываем Хитчи, который пригодился, не зря его сэкономил тогда. И здесь надо добивать. Не в тему. Как не в тему? Получается, вариантов-то особых нету. Не знаю, что можно сама Хила сделать. Умрет ли он вообще? Не умрет. Ладно. Как не повезло-то. Ну ладно, тогда уже здесь заигрываем. Всем врагам, как раз Сайленсом. Что там по Сайленсу врагов вообще? Ну, некоторых есть, на некоторых нету, так что надо заигрывать. Вот, хорошо. Сейчас хороший момент, потому что у нас, как раз, все враги по Сайленсом, и у нас еще есть немножко времени. Немножечко. Кидаем вот такой хил. Пытаемся пробить. Да, вот тот самый уход, когда можно. Мы покончили с ними. Вперед, Королю Солнца. Прикосновение к его оковам может навредить вам. Я займусь ими. А при Кали, вы свободны. Не реагирует? Он слишком слаб. Пробудет он здесь дольше, а то умер бы. Похоже, Саркас не брал расчет на эту маленькую деталь. Мои товарищи попытались сбежать, но я больше не смогла сдерживать силы дракона. Я сделала все, что могла, друзья, но этого будет недостаточно для того, что вы должны сделать. Однажды ты поймешь, Элия, но твои товарищи, они все скоро умрут. Ха. У него осталось 200 жизней всего. Но торгового дракона я должен победить. На самом-то деле, тем более вот только к этим спальчикам. Так, сейчас мы добавим, но еще. Питика надо бить, по сути. Так, тут надо защитную стоечку. Да, у него, конечно, защита очень сильная. О, он, конечно, хороший урон прошел. Массовый хил не себе нужен. Текст появляется, так что, если вам интересно прочитать, вот, может, я не хочу отвлекаться от битвы, чтобы не было сумбура. Да, он рассказывает про свой вклад. Про то, какой он молодец вообще. Сейчас уже почти убили. Так, что-то, по молнии, молнии надо бить его еще. Судя по всему, мне кажется, это фаза уже для того, чтобы просто его добить. То есть, если у нас будет все более-менее неплохо, то проблем быть не должно, по сути. Так, что он здесь оглушает. Даем вот так. Ну, по нему, наверное, огонь хоть как-то может пройти еще. Ему он полный. Да что ж ты будешь делать? Ладно, как-то мы его добьем. Там уже немножко жизни осталось. Надеюсь, этого хватит. Углушает. Добить. Закончится в итоге тем же самым, что и обычно. Я буду драться одним танком, который победит главного дракона. будет весело все. Крест не буду использовать. Мало ли, может, еще не последняя фаза. Так, пусть. А, вот еще, еще одна фаза. Ну, ладно, тогда я удачно сделал, потому что сейчас бы он вывел просто всех в инактив. А так, видите, так мы можем. Хопа! И теперь отлично. оглушение не уверен, что придет. Хотя у него, по-моему, там типа с защитой не очень-то хорошо все было. Я в прошлый раз, когда я играл в самом начале битвы. Уклонение. Нехорошо, но главное здесь вот так вот сделать, потому что здесь защитная стоечка. На всем защитную стоечку дать разик, потому что это понадобится. Можно немножко захеряться. И вот, самое важное. Да, получилось. Даем агро, начинаем грязь. В целом, на самом деле. Вот этот, наверное, вот эта форма самая легкая, потому что он вообще такой достаточно уязвимый. Бафаемся. Так, нам не надо, чтобы его так бить. Саркас. Что ж, ребят, мне кажется, что это все идет к победе. Конечно, может когда-то еще форма быть, но я сомневаюсь. По логике вещей уже должна быть последняя. Браво, слушайте, я уже побеждать собрался, а он-то решил еще меня навалять нормально. Сделяем самого важного бойца, докидываем защитки. Одна героиня умерла. Не даем им бедественных. Там сон пошел. Давайте рот накинем. Эффект же пройдет, да, пройдет. Что-то гранди от того, что потихонечку по нему урон будет заходить. Бавчик, бавчик, бавчик. Как-то захерять бы своих, хотя сахил сейчас не актуален, потому что у нас все флоуэ. Что бьем тогда? Уже осталось себе немножко. Капелюсечка. 6 хп. Есть же. Он убился от танка, слушайте. Правда, это как смешно очень, потому что уже куча боссов убилась именно от танка моего, который всех пританковал. Похоже, что я вас снова недооценил. Ну же, покончите с этим. Я предпочту смерть, чем буду терпеть муки из-за провала. Нет. Хватит. Зачем тебе его спасать, Элия? Ты знаешь, что он сделал. Я не хочу, чтобы Саркас был уничтожен. Это правда. Но я хочу остановить эту казнь из-за пожелания другого человека, самого Атилы. Из-за убийцы моего брата? Это не имеет смысла. Впервые я встречаюсь глазом в глаз с нашим врагом. Я ничего больше не скажу об этом. Вы все узнаете, когда выполните обещание, данное Атиле. Когда вернете ему его меч. Увидим ли мы тебя снова, Элия? Вряд ли. Но кто знает. Стеклянный дворец стоял в качестве олицетворения воли Саркаса. Его воля пошатнулась, замок последовал ее примеру. Мы сбежали как раз вовремя. И я прощаюсь со своими спутниками, своими друзьями. Прощай, Стеклянный дворец. Наконец, снова будет солнце. Как по волшебству, обломки заблокировали ворота позади них. И солнце снова взошло над оперенцией. Ей. У юного героя не заняло много времени сдержать свои обещания. Вы вернулись. Я знал, что так будет. Элия сделала то, что я просил? Она попросила, чтобы мы срканили дракону жизнь. Если вы говорите об этом, ваше величество. И мы сохранили. Она не сказала почему? Только то, что это был ваш приказ. Ничего больше. Если вы помните, Элия осталась позади. Когда вы ходили, она лично извинилась передо мной за ее роль в нашествии Тейда. Наш разговор повернул в другое русло, и мы пришли к поразительному, неоспоримому откровению. Давайте догадаюсь, она была одной из ваших многих легендарных краткосрочных любимых? Своё предположение не раздражает меня разбойник. Но он настолько близко к правде, что мне в обычных условиях не хотелось бы это признавать. О, это будет интересно. Когда я был очень молод, я встретил красивую и молодую ведьму. Женщину, рожденную в оперенции и говорившей, что будет посещать наш мир из-за ее нового дома в подземном мире. Её звали Яга, и она обладала внутренней силой, которая завораживала меня. Я сам не смог устоять ее чаром. После одной ночи страсти, она показала мне ее вратал подземный мир, одних из многих в оперенции. И, как оказалось, они могут быть прямо перед носом. Яга вернулась домой, и больше я ее не видел. Хотя, похоже, частичка меня осталась с ней. Не хотите ли вы сказать, что... говорили, если человек родит в подземном мире, на свет может появиться дракон. Теперь я знаю, что это правда. Оооо. Вот это поворот. Похоже, что мой сын перенял у отца стремление к завоеванию. И я благодарю вас за то, что сохранили ему жизнь. И не знаю, что сказать. Всегда пожалуйста. Хе-хе-хе. Я все равно сомневаюсь в этом решении. Саркос все еще остается угрозой. Только время покажет. Но отнюдь не мои семейные дела являются причиной, по которой я попросил вас вернуться. У вас есть то, что вы называете мечом Аттилы. Хотя название Мельстит, но клянусь Хадуром, я был точно не первым великим человеком, который его использовал. А сейчас великий человек вновь его использует. Но мне надо оставить его здесь, не так ли? Чтобы ты мог покоиться с миром. Запомни, уменьшая собственный разум, ты ему нравишься. И это лучше, чем ощущать его ненависть. Все в порядке, пока герой, подобный тебе, обладает мечом. Я буду покоиться с миром. Возьми его. Сделай его своим. Правь с ним. Извиняюсь, ваше величество. Похоже, я недопонял вас. По праву сарка заслуживает ваше королевство, а не простой человек вроде меня. Королевства действительно передаются покровной линии. Но также это право можно заслужить с отвагой, как у тебя. Королевская линия не сравнится с крамовой баней. Я бы сказал, что эта доблесть была доказана очень много раз. Да, ты заслуживаешь свое королевство. С моим мечом у тебя в собственности немногие оспорят твое право на трон. По сути, ты уже завоевал себе замок. Сейчас он просто немного выше, чем когда ты его покинул. Так. Перед тем, как пойти своими дорогами, спутники собрались в последний раз. Они никогда не были счастливее. О, тут все собрались реально. Возлюбленные воссоединились. Бывшие соперники стали лучшими друзьями. Юные рысари и волшебники смотрели на звезды, не зная, какое будущее им уготовано. А сын фермера самый невероятный герой из всех. Правил. Говорят, что все они жили долго и счастливо. Но, в самом деле, яга. Рассвет и весело. Еще в этой игре есть два диалога после титров, как в Марвеле, например. Мы видим, что Баба Яга обещает нам, что нас ждет вторая часть или какое-то продолжение. Поэтому мы очень-очень ждем. Я надеюсь, что мы с вами это посмотрим в скором времени. Что ж, ребят, на этом заканчивается игра Princess Dawn Sun. Честно говоря, мне очень понравилось. Было прикольно. Для меня это прохождение было очень ярким. На уровне с Might and Magic 10, Bard's Tale 4. То есть, такая интересная очень игра. С хорошей графикой и интересными врагами. В целом, в игре очень позитивная динамика. И мне она понравилась. Прямо скажем. Я еще планирую сделать бонусный выпуск, в котором закончу все загадки, которые я там недопрошел. Чтобы те, кто смотрел, чтобы они видели, что еще мы пропустили и недопрошли по ходу обычного прохождения. Вот, ребят, следующее прохождение. По такому жанру я еще не знаю, на какую игру будет. Если у вас есть какие-то пожелания по этому вопросу, пишите. Я, со своей стороны, очень благодарен тем, кто смотрел видео, кто комментировал, делился каким-то мнением. Большой респект, потому что это очень важно и приятно читать такие вещи. И хочется стараться больше, монтировать лучше и, в общем, да, расти во всех планах. На этом, ребят, всего на сегодня. Желаю всем хорошего настроения и до скорых встреч на новых прохождениях. Я думаю, осенью я буду больше дома, будет меньше работы немножко и я собираюсь много всякого интересного еще запускать, поэтому, надеюсь, я вас смогу порадовать. Все, ребят, на этом все. Всем пока. Это было проинцесс Таунсан. До скорых встреч.